Всем привет, это первое видео в году и я хочу с вами поделиться тем, как я пытался камбэкать Воссу в прошлом году. Важно понимать, что я лишь делюсь своим опытом, а не говорю вам, что делайте только так. Воссу у каждого человека свой подход к игре, и каждый человек выбирает свой путь. Я лишь делюсь с вами своим опытом, мало ли кому это поможет. И я планирую сделать серию из двух видосов. Этот видос будет про ментальную часть. То, какие карты я играл, как привыкал к изменениям в своем плейстайле. И какие цели ставил. Второй же видос выйдет про физическую часть. Но то, о чем там я буду говорить, я оставлю в секретике. Так что, если вы хотите, чтобы он быстрее вышел, то ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на канал с колокольчиком. Если каким-то чудом здесь соберется триколайков, видос выйдет в максимально сжатые сроки. Ну а вам я могу пожелать только приятного просмотра. Давайте начну с того, как я привыкал к изменениям, которые я себе сделал в прошлом году. Я максимально усложнил себе задачи тем, что я пошел на кардинальные меры в своем геймплее. Я решил перейти с указательного и безымянного пальца обратно на средний и указательный. Это связано с тем, что я синглил безымянным и когда я уже мог сжать там 230-240 бпм, синглить на безымянном пальце нормально я не мог. Было попросту дискомфортно. Я весь 2021 год пытался научиться синглить или альтить на безымянном и указательном пальце. Но безуспешно. И я не отказываюсь от своих слов в прошлом видео. На безымянном и указательном пальце лично для меня было в разы проще сжать и контролить стримы. Ну так вот, я выбрал наверное самый сложный для себя из путей и вернулся к истокам. Наверное самое сложное с точки зрения морали, это то, что ты не можешь играть тот бпм, который ты до этого играл. К примеру, раньше я мог паснуть ламу. А в момент, когда я перешел на указательный и средний, так вообще не мог сжать даже 180 бпм. И это очень сильно било по морали. И были мысли просто забросить данную затею. Но в 2022 году я твердо решил остаться на среднем и указательном. Потому что я считал, что так для меня будет лучше с точки зрения импрува. Единственное, что мне помогло в моральном плане, это на время забить про импрув жима. И получать удовольствие от игры, периодически возвращаясь к самому жиму. Я играл различные карты импруве, ну скажем, флоу им. Периодически привыкая к новой области, которую я, кстати, тоже сменил. И к новому плейстайлу. И просто для примера покажу, какие карты я играю, когда просто хочу получить от игры удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше чем через 8 месяцев я привык к указательному и среднему. И поставил даже скор на карте, которую я уже давно хотел закрыть в хард-роке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее я решил, что нужно развиваться в скорости и прожиме лонгстримов. Для этого я создал себе коллекцию, куда добавил карты на контроль и лонгстримы. Также добавлял туда кучу различных тренингов. Я с вами поделюсь и оставлю на них ссылки в описании. Я периодически переигрывал карты в этой коллекции на результат лучше или делая на них первый пас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА